здравствуйте ребята надеюсь меня слышно мы с вами на прошлой лекции закончили основы теории упругости и сейчас чтобы закрепить материал мы должны решить некоторое количество задач по теории упругости как я помню задачу 2 и задачу 3 я вам уже решал вот теперь давайте порешаем несколько характерных задач до таких относительно простых но которые потребуют выкладок но я и все проведу на досок доске несколько задачек и потом перейдем даже на этой лекции уже к теории пластичности узнаем что такое и откуда берется так теперь давайте прочитаем условия задачки пусть толстостенная труба с радиусом r большой толщиной стенки h изнутри нагружается давлением p так определить поле перемещения точек трубы если ее модуль юнга е коэффициент по сона ню а чем вы говорим ну задачка довольно простая на классическая но тут нужно понимать о чем мы говорим смотрите допустим у нас есть баллон баллон вот такой допустим длинный вот это его внешняя часть а вот это внутренняя стеночка вот это у нас баллон или может быть по другому это задача будет немножко с другой стороны решаться допустим есть длинная труба длинная труба которая хорошо зафиксирована на торцах то есть не перемещается на торцах вот и вот внешний и радиус р до внешний радиус р внутренний радиус как там обозначена у нас а от и толщиной стенки h до внешний радиус р из толщиной стенки h у нас стоит вот и внутрь нагнетается допустим вода или газ до давления п 0 вот здесь у нас возникает давление п 0 и нам нужно понять а как будет распирать это труба и какие внутренние напряжения возникнут в рамках теорию упругости классическая задача которая позволяет инженеров каждого точки найти напряжение а потом определить какой момент при каком внутреннем давление труба начнет допустим пластически деформироваться или что-либо еще происходить нехорошее с ней вот поэтому и мы знаем что у нас заданный модуль юнга и коэффициент по сона теперь давайте вот допустим порешаем задачу в такой постановке в чем особенность так во первых в чем особенность такой постановки что нужно отметить первое то что у нас задача радиально симметричная задача радиаль ну симметричная радиально симметричная да и второе второе что следует отметить смотрите если труба куда-то упирается куда-то упирается и вот так вот мы пустим допустим ой z на то деформации трубы вот в этом направлении будут равны нулю то есть это у нас плоско деформированная задача плоско деформированная задача у нас тут с вами плоско деформированная задача ну давайте подумаем ну и как бы как нам следует ее решать каких терминах какие а третью особенность которую мы отметим смотрите если изобразить трубу сверху на вот в этом сечении если трубу изобразить вот в этом сечении то что у нас получится я зато будет изобразить вот в этом сечении у нас получится что каждая точка смотрите задачка радиально симметричны это значит что и в нашем именно случае в нашем случае каждая точка перемещается вдоль радиуса обозначим это перемещение у атер вот то есть вот эту вещь тоже надо отметить перемещение только вдоль радиуса перемещение только вдоль радиуса вот эту вещь надо отметить исходя из нее решать задачу теперь смотрите у нас в каждой точке все таки определяется неким образом тензор напряжение которые мы должны определить вот и в каких терминах мы его будем определять раз у нас задача радиально симметричная смотрите допустим вот у нас ось пусть вот это будет ось и возьмем такой вот элемент характерный который находится вот в таком вот секторе вот в таком секторе до находится в таком секторе мы имеем право взять такой элемент имеем полное право имеем полное право рассмотреть какие напряжение на нем 10 вот в нашем случае в нашем случае так как у нас материал распирается в разные стороны то мы решать задачу будем использовать следующие термины следующие компонент тенсора напряжения тенсор напряжение действующие по радиусу сигма r обозначим и компонент тензора напряжение действующей по нормале вот к такой площадке обозначим сигма-фи формально формально можно ввести компонент напряжения сигма или то есть касательный но в нашем случае он равен нулю это понятно Потому что у нас труба распирается в разные стороны, и этот элемент деформации скошения не получает. Мы это уже посмотрим. Что у нас дальше происходит? Теперь, вот с этим мы определились. То есть, мы будем решать задачу в терминах sigma r, sigma phi. И обратим внимание, что локально, вот в такой системе координат локальной, она ортогональна. Если вот так пустить ось z, то это будет ось z. И тензор напряжения имеет следующий вид локально. Допустим, sigma r, sigma phi и sigma z. Остальные компоненты равны нулю. И в рамках этого же рассмотрения, в рамках этой локальной системки координат, мы имеем право записать закон ГУКа. Для того, чтобы записать закон ГУКа, надо определиться также с компонентами деформации. Смотрите, компоненты деформации мы можем ввести в той же системке координат. Но, мы можем считать, что если элемент вот этот вот удлинился, удлинился, да, вот на величину дельта, а вот это дельта r, то мы можем ввести деформацию ER, равную дельта поделить на дельта r. То есть, элемент изначально, который направленный был вдоль радиуса, и изменивший свою длину на дельту, да, задает, задает, вот через вот это отношение деформацию ER. То же самое можно сказать про вот такой же элемент, который, ну, как бы является элементом дуги. То есть, он тоже может растягиваться, сжиматься. И его изменения мы забозначим за Ефи. Вот. А третья деформация, которая может локально действовать в этой точке, это Езет. Да, она направлена вот таким образом, вот, ну, она уже более классическая для ортогональной системы координат. И тогда мы что можем записать? Мы можем честно записать закон Гука. ER, это 1 на Е, сигма Р минус ню, сигма И, сигма И, сигма И, сигма И плюс сигма З. Ефи равняется 1 на Е, сигма И, сигма И минус ню, сигма Р плюс сигма З. Извините, пожалуйста. Так. И Ез. 1 на Е, сигма З минус ню, сигма Р плюс сигма Фи. Вот у нас получился закон Гука. Вот здесь скобку не поставь. Но, мы с вами помним о вот этом условии, то, что Езет равно нулю. Если Езет равно нулю, то мы можем честно написать, что сигма З это у нас ню умножить на сигма Р плюс сигма Фи. Это у нас очень легко получается вот из вот этой компоненты, из последней компоненты для закона Гука. Вот он отсюда отлично получается, да? То есть, вот как бы приравним вот эту часть нулю, и мы получаем, чему равно сигма З. Сейчас вот то выражение нам нужно подставить вот в эти величины, да? То есть, сюда сигма З подставить и сюда сигма З подставить. Ну, давайте подставлять ЕР один на Е сигма Р минус ню, в скобках, сигма Фи плюс ню, сигма Р плюс сигма Фи. И что мы получаем? Мы получаем следующую величину. То есть, у нас выходит, что 1 на Е оставляем. И мы честно пишем, в скобочках, один минус ню квадрат сигма Фи, вот, минус, минус ню, один плюс ню сигма Фи. У нас получается вот такое выражение для закона Гука. Мы можем сделать следующее. Вот смотрите, 1 минус ню квадрат это же сумма, произведение суммы на разность. И нам бы удобнее привести вот как бы к такому стандартному виду вот это выражение. Я плоско-деформировал состояние. В некотором виде, я по-моему, вам уже это выводил. Но мы это сделаем еще разок. То есть, если мы вот эту на 1 минус ню, на 1 плюс ню. Домножим и поделим. Вот эту часть можно вынести. И у нас получится следующее. Так, да, я там скобочку забыл. 1 минус ню квадрат на е сигма Р, сигма Р, минус ню на 1 минус ню сигма Фи. Вот эту величину обозначим за е штрих. Вот эту величину за ню штрих. Нигде не ошибся. Ошибиться я могу. Очень легко. К сожалению. Все мы люди. Так, 1 минус ню квадрат. Вот. Все мы люди. И тогда у нас закон Гука, закон Гука формально записывается в следующих простых компонентах. Сигма Р это 1 на е штрих. Ой, извините. Сейчас сотру. Ер это 1 на е штрих. Сигма Р минус ню штрих. Сигма Фи. И Ефи это 1 на е штрих. По аналогии. Сигма Фи минус ню штрих. Сигма Р. Вообще, для дальнейшего нам удобно будет вот эти вот величины, модуль Юнга со штрихом, ну штрихи опускать. Но надо иметь в виду, что они там есть. Вот. Надо иметь в виду, что они там есть. То есть, в плоскодеформированном состоянии мы привели к такому простому результату, к такому простому уравнению. Теперь давайте перейдем немножко к описанию другой вещи. Давайте свяжем перемещение У вдоль радиуса и компоненты тензорной деформации. Лишний раз это проделать никогда не помешает никому. Вот. Давайте это сейчас проделаем. Смотрите. Смотрите. Давайте вот так нарисуем окружность. И нарисуем вот тут центр. И нарисуем следующее. Пусть у нас есть две точки. Первая находится на радиусе R. Вторая находится точка на радиусе R плюс DR. То есть, это две разные точки. Их начальные положения задаются вот этими двумя радиусами. Что у нас дальше происходит? Дальше мы деформируем тело. И вот эта точка, допустим, переехала сюда, а вот эта точка переехала сюда. И тогда, какие координаты у верхней точки в терминах перемещения У, которые мы используем. Координаты этой точки выглядят так. R плюс DR плюс U от R плюс DR. Вот. Какие координаты у вот этой точки? R плюс U от R. А как определяется деформация? В нашем случае ER. ER. Это что такое? Это изменение длины вот этого элемента. То есть, вот эта длина минус вот эта вот длина. Поделить на начальную длину. То есть, мы честно пишем в знаменателе DR, а в числителе пишем вот разность вот этой величины и вот этой величины, да? Минус начальная длина DR. Ну, мы видим, что R погибнут в смерти в храбрых. DR останется. Ну, DR минус DR умрет, да? И останется U от R плюс DR минус U от R. Останутся вот такие вот величины. Да? Останутся такие вот величины. Если мы разложим в ряд Тейлора и оставим малые первого порядка, то у нас получится следующее. А, DU по DR умножить на DR, это то, что останется в числителе, поделить на DR, равняется DU по DR. Вот так вот. То есть, вот эта компонент от Тензора деформации находится через частную производную перемещения U по R. Просто и достойно. А теперь давайте рассмотрим Ефи. Сейчас я минутку только возьму. Давайте рассмотрим Ефи. Мы рассмотрим уже немножко по-другому. Рассмотрим окружность. С начальным радиусом R. Да? Чему равна длина этой окружности? 2πR. Да, ведь? Вот тут прямо пишем. 2πR. 2πR. Дальше. Возьмем... Ну, как бы вот длина вот этой окружности. Все точки лежат на ней. После того, как произошли радиальные перемещения, что у нас происходит? У нас все вот эти точки переехали на новый радиус. У нас все вот эти точки переехали в новый радиус. Новый радиус вот здесь уже R плюс U от R. Да, ведь? Вот все точки переехали на этот радиус. И длина окружности 2πR. Ну, да, 2π умножить в скобках R плюс U от R. Да, ведь? И теперь мы по определению берем Ефи. Что такое Ефи? Это новая длина. Вычесть старую длину. То есть пишем 2πR плюс U от R. Минус 2πR. Делим на 2πR. И легко видеть, что Ефи равняется U поделить на R. Все. То есть вот часть подготовительной работы мы сделали. То есть мы уже знаем, что Ертой. Ер. Зависит, ну, деформация через поле перемещения определяется как DU под R. А Ефи определяется как U поделить на R. Логично. Все геометрически просто. И третье, что нам нужно вывести для дальнейшей жизни. Вообще, что нам следующее нужно вывести. Это все-таки нам лучше всего вывести уравнение статического равновесия в цилиндрических координатах, в которых мы сейчас работаем. Тут даже можно написать цилиндрическо-симметричное, чтобы не путались. Что мы делаем? Давайте рассмотрим некоторый элемент. Вот тот элемент, который мы нарисовали. То есть пусть у нас вот здесь вот находится центр. Нарисуем такой сектор. Дэфи. Да? Уголочек вот здесь вот. Дэфи пусть будет. И нарисуем такой вот элемент. Вот здесь действует напряжение сигма R от R плюс DR. Это мы, допустим, вот здесь вот у нас длина DR. Вот здесь действует напряжение сигма R от R. А вот здесь пусть действует напряжение сигма-фи. Ну, нам как бы даже координат особо не понадобится потом. Что значит уравнение статического равновесия? Ну, как бы у нас удовлетворяется условие статического равновесия. Что это значит? Что это значит? Это значит, что сумма всех сил, которые действуют на этот элементик, сумма в проекции на любую ось будет равна нулю. Ну, так давайте не мучиться. И вот эту силу, вот этому центральному ось возьмем, направленную вдоль вот этого центрального радиуса. Вдоль вот этого центрального радиуса. И начинаем честно писать. Берем силу, которая действует на вот этот верхний элемент. Чему она равна? Сигма от R плюс DR умножить на площадь. Ну, высоту цилиндров берем единичную, поэтому, как бы, мы площадь берем следующим образом. Мы должны уголочек ДФИ умножить на вот этот вот радиус. R плюс DR. То есть у нас получится вот этот аргумент. R плюс DR на ДФИ. Минус. Минус. Почему минус? Вот рассмотрим вот эту силу. Вот тут нормаль в обратную сторону направлена. Да ведь? Вот, вот этой верхней нормали. Соответственно, напряжение по нормальному направлено в адресную, ну, с минусом знак. И проекция будет на эту ой со знаком минус. Только мы берем, и чтобы найти силу, которая действует на вот этот вот элемент, мы берем сами напряжение сигма от R умножить на R на ДФИ. Отлично. А теперь давайте посмотрим два напряжения, которые тоже создают некую ненулевую силу в проекции на вот эту ось. А это вот, вот эти два напряжения. Вот здесь действующий сигма-фи, и вот здесь действует сигма-фи. Вы можете проверить вот этот уголочек ДФИ напополам. Вот этот уголочек ДФИ напополам. Силы таких у нас две. Они идентичны. И если мы берем проекцию вот этой силы на вот эту ось, то мы должны умножить на синус угла ДФИ напополам. Но так как ДФИ маленький, можем взять ДФИ, ну, как бы, собственно, уголочек. И у нас получится следующая величина. Минус сигма-фи на ДР. ДР это, как бы, высота, это площадь. И на ДФИ. Вот такая штука получается. Она должна быть равна нулю. Теперь давайте помним, что вот это аргумент. Вот это у нас произведение радиуса Р плюс ДР на ДФИ. Давайте тогда вот эту вот часть, вот эту часть разложим. И что у нас получится? У нас получится, ну, на множителе. Во-первых, на ДФИ можно сократить, да? Чтоб не тащить нам этот множитель. И у нас получится следующее. А, и вспомним, что сигма-фи плюс ДР, это все-таки, если в ряд Тейлора разложить, это сигма-фи плюс Дсигма по ДР вножь на ДР. Давайте распишем. Сигма от Р плюс Р. Дсигма Р по ДР умножить на ДР. Умножить на Р плюс ДР. Да, ведь? ДФИ мы сократили. Минус, минус сигма Р от Р на Р. Да, ведь? И минус сигма-фи умножить на ДР. Равно нулю, равно. Теперь давайте разложим на множители. Нет, лучше это вы сами сделайте. Имейте в виду, смотрите. Вот сигма-Р на Р и сигма-Р на Р, они сократятся, да? Как легко видеть. И у нас будет член, когда вы разложите на множитель, Дсигма по ДР на ДР умножить на ДР. Это член будет малым второго порядка. И, соответственно, этот член должен будет, мы его при ДР, стремящемся к нулю, можем сократить тоже. И у нас останется уравнение следующего вида. Дсигма Р по ДР только умножить на Р. Так. Я лучше распишу. Я сходу не вспоминаю. Что у нас получится? Р на ДСигма Р по ДР на ДР, да? Плюс ДСигма Р по ДР. А, нет, все, вспомнил. Извините. Р на ДСигма Р по ДР плюс... Вот Сигма Р на ДР, она как бы останется. Сигма Р минус Сигма Фи. И вот эта вещь равна нулю. То есть мы с вами что сделали? Мы с вами только что получили уравнение статического равновесия в цилиндрических координатах, где случай я, ну, радиальной симметрии, когда у нас все именно растягивается в этом направлении. Мы еще один случай успеем посмотреть попозже. То есть, и теперь давайте смотреть. Все, что необходимо, мы с вами получили. Мы с вами получили уравнение статического равновесия, которому должно удовлетворять решение нашей задачи. Мы с вами получили компоненты тензора деформации в зависимости от поля перемещения, да? Мы с вами их получили. Вот. И мы получили закон ГУКа для плоского напряженного состояния. Для плоского напряженного состояния. Мы с вами получили закон ГУКа. Да, вот. Мы их даже можем выписать. Я давайте вот на той доске выпишу. То есть, ЕР ДУ по ДР А, где плоско-деформированное состояние, извините. ЕФИ У на Р И Уравнение статического равновесия ДСИГМА Р по ДР на Р Плюс СИГМА Р Минус СИГМА ФИ Равно нулю. Вот. Вот такая вот особенность. Вот такое вот решение. Но вот этой системке уравнений должно удовлетворять наше решение. При этом обратите внимание, что Сколько у нас тут уравнений? Раз, два, три, четыре, пять. Да, ведь? А сколько у нас неизвестных? У Раз СИГМА Р СИГМА ФИ Два ЕР ЕФИ Еще две. То есть, у нас получается пять неизвестных, пять уравнений. То есть, система уравнений замкнута. И мы ее можем спокойненько решать. Далее. Что мы сейчас с вами проделаем? А сейчас давайте перейдем, собственно, к решению данной системы уравнений. Перейдем, собственно, к решению. Давайте вот что сделаем. Первое, что вот имеет смысл сделать, это немножко переписать закон Гука. Таким образом, чтобы нам было его удобно подставлять в уравнение. Именно в уравнение, как его, в уравнение статического равновесия. То есть, нам лучше всего СИГМА Р выразить через деформации, вот. А затем, затем, подставить деформации туда через перемещение У. И все, что получится, поставить вот в эту систему уравнений. К чему это приведет? Это приведет к тому, что у нас получится одно уравнение. Пусть оно второго порядка, забегая вперед, скажем, дифференциальное. Второго порядка и от одной неизвестной. Ограниченные условия мы с вами поставим. Давайте смотреть. В каком виде переписывается закон Гука? Да стандартно, с коэффициентами ламе. Вы его сами можете вывести, я это делать не буду. Запишем так, что СИГМА Р у нас это некий концент лямбда. СИГМА Р плюс ЕФИ плюс НУ ЕР. СИГМА Р это лямбда. ЕР плюс ЕФИ плюс НУ ЕР. Ой, ЕФИ, извините. И теперь давайте сюда подставим выражение через деформации. То есть у нас получится СИГМА Р, это у нас лямбда. ДУ по ДР плюс У на Р. Плюс двоечка тут, два НУ. Хотя это как бы большого значения не имеет для данной именно задачи. ДУ по ДР. И СИГМА ФИ, это лямбда. Так, ДУ по ДР плюс У на Р плюс два НУ У поделить на Р. И давайте теперь то, что у нас получилось, подставим в уравнение статическое равновесие. Вот в это. Давайте перейдем вот на эту доску. Перейдем на вот эту доску, мы получим следующее. Р, я скобку открываю. ДСИГМА Р по ДР, что нам дает? Это у нас будет лямбда, скобка открывается, Д2У по ДР квадрат, плюс единица на РДУ по ДР, минус один на Р квадрат на У. И также под первой скобкой у нас плюс два НУ Д2У по ДР квадрат. Это мы расписали первую производную. А СИГМА Р минус СИГМА ФИ записывается очень просто. Смотрите, у вас получается вот как. У вас вот эти вот объемные части, они просто сокращаются. Да? Когда мы СИГМА Р вычтем из СИГМА ФИ. И у нас останется два НУ ДУ по ДР минус У на Р. То есть у нас останется плюс два НУ ДУ по ДР минус У на Р. Равняется нулю. Вот такая штука. Теперь давайте приведем общий слагаемый. То есть у нас с Д2У по ДР квадрат два слагаемых. И он записывается так. Лямбда плюс два НУ Р Д2У по ДР квадрат. Так, с первой производной у нас что получается? Вот этот Р сократится, лямбда останется. И вот здесь вот ДУ по ДР плюс два НУ. Вот. Плюс лямбда плюс два НУ ДУ по ДР. И беспроизводной. То есть тут будет один на Р умножить на НУ только с минусом. Это с лямбдой. И тут тоже с минусом два НУ там У на Р. У нас получается вот такое выражение. Лямбда плюс два НУ с минусом У на Р. Сравняется нулю. Вот такая вещь получилась, товарищи. У нас получилась вот такая вот вещь. Так, звонок, отдыхаем. Ну что, давайте продолжим. Где у нас, ой, куда я делал? Давайте, ребята, продолжим. И что мы здесь видим? А мы здесь видим очень приятную вещь. То, что у нас от упругих модулей само уравнение второго порядка не зависит. Да? То есть что у нас остается? По сути, ДУ по ДР и минус У на Р равняется нулю. Вот такая вот система уравнений. Вернее, такое уравнение от одной неизвестной. И давайте сообразим, как оно решается. В каком виде поищем решение? Решение поищем в следующем виде. Пусть У, это будет некая константа А на Р в степени альфа. Да? И давайте прямо вот сюда вот подставим. Что у нас получится? Вот две подряд производные. Это что нам даст? Первая производная альфа на Р в степени альфа минус 1. Вторая, следующая производная альфа в скобках альфа минус 1 на Р в степени альфа минус 2. Вот этот Р повысит у нас степень на единичку. У нас получается А альфа, альфа минус 1, R в степени альфа минус 1, плюс А альфа, R в степени альфа минус 1, равно нулю. Отлично. И мы можем А константу и R сократить глазом не моргнув. И у нас останется такое уравнение. Альфа, альфа минус 1, плюс Альфа минус 1, равно нулю. И можно легко видеть, что альфа равна единице решение, и альфа равна минус 1 тоже решение. То есть у нас, у нас с вами, система уравнения выглядит, уравнение в общем виде для перемещения выглядит так. Это некая первая константа поделить на R, плюс вторая константа умножить на R. Все. То есть у нас дифференциальное уравнение второго порядка и решение вот такого вида. Теперь, далее. Откуда мы возьмем вообще константу C1 и C2? Давайте сейчас быстро нарисуем снова нашу задачку. Снова нашу задачку нарисуем. Вспомним, что у нас дана труба с внешним радиусом R большое. И давайте внутренний радиус R внутренний напишем. Равный R большое минус H. Снаружи у нас ничего не давит, а внутри у нас давит давление P0. Что это значит? Это значит следующее. Вот смотрите, вот эта поверхность снаружи нормально имеет направленную по радиусу. И напряжение, вот именно сигма R, которое описывает напряжение по этой нормали, оно равно нулю. Отсюда мы можем записать следующее первое граничное условие. Ноль равняется, подставляем в закон Гука, да, вот этот вот сигма R, подставляем в закон Гука, вот этой функции U в точке R, малой, равной R большому. То есть что у нас получается? Лямбда минус C1 на R большое в квадрате плюс C2. Дальше плюс U поделить на R. Это будет плюс C1 на R большое в квадрате и плюс C2. И плюс 2Nu минус C1 на R квадрат плюс C2. Вот это мы получили первое уравнение для того, чтобы найти граничные условия. Мы получили первое уравнение. Ну, естественно, вот это вот погибнет смертью храбок, вон та часть останется. То есть у нас получится два уравнения, первое уравнение для двух неизвестных. Второе. Смотрите. У нас вот есть внутренняя труба, внутренняя часть трубы, на нее действует давление P0. При этом вектор нормали направлен вот сюда, к радиусу, внешний вектор нормали к расчетной области. А давление действует против него. То есть оно как бы вдавить против вектора нормали пытается наш материал. Это что значит? Это значит, что сигма R здесь отрицательная, то есть равняется минус P0. И можно написать то же самое уравнение. Минус P0 равно лямбда. Давайте я производные опущу. Тут получится 2С2 и плюс 2Ню минус С1, наверное, внутреннее в квадрате и плюс С2. То есть вы получаете, получаете два уравнения для того, чтобы определить две константы вот в этой зависимости. После того, как вы их определили, вы по сути решили всю задачу. То есть вы нашли поле перемещения, а если это поле перемещения подставить в закон Гука, вы получили напряжение. Давайте я это сейчас сделать не буду. Вот. Теперь давайте решим еще одну задачу, не менее интересную. Еще одну задачу решим, не менее интересную. Тоже она связана с нечто дискообразным, но вращающимся. Так, сейчас отвечу бы. Продолжение следует... смотрите задача 6 задача 6 сплошной тонкий диск радиусом р вращается с нулевой угловой скоростью угловым ускорением эпсила вот его плотность равна ро модуль юнга равен е коэффициент пуассона равен нью найти поле перемещений диска а также найти точку в которой интенсивность девиатора тензора напряжения будет максимально сколько где начнутся пластической деформации но по крайней мере вот пластической деформации начнутся для металлов вот если диск металлический что у нас происходит у нас есть диск который пока не вращается пока не вращается да но к нему приложен некоторый момент да и радиус диска но к нему приложен некоторый момент что в этом случае происходит в этом случае диск начинает ускоряться да он начинает вращаться с ускорением и вот это вот ускорение если ко всему диску применить это момент поделить на момент инерции не путать с моментом инерции сечения момент поделить на момент инерции а и получается что у вас начинают ускоряться все точки диска потихоньку начинает ускоряться, уберите этот вот, да, у вас начинают ускоряться все точки диска, и за счет чего они ускоряются, ну естественно, вот как бы, смотрите, вот непосредственно, на, вот этот вот что действует непосредственно на внутреннюю часть диска с неким моментом, этот момент реализуется через что? Внутри, по поверхности, начинает действовать на весь диск некие касательные напряжения Тау, да, вот они начинают действовать по касательной, и вот так по окружности распределены, они одинаковы по модулю, но просто на каждой поверхности, из-за того, что ориентация поверхности меняется, они тоже направление меняют, и у вас получается, что вот эти касательные напряжения создают вот этот момент М, ну можно наоборот сказать, но все-таки, и у вас начинает диск вращаться полностью, но, вот если вы возьмете кусочек диска, кусочек диска, да, кусочек диска, допустим внешний, он же с тем же самым ускорением начинает вращаться, да, а из-за чего он вращается с ускорением? Из-за того, что внутри, со стороны внутреннего диска на внешний диск действуют тоже касательные напряжения, которые создают некий момент достаточный для того, чтобы этот внешний диск тоже начало вращаться с ускорением, вот. Таким образом, у вас внутри возникает, ну вот как бы на соответствующих площадках возникает касательные напряжения, а как этот диск деформируется, да, вот просто пока я писательно посмотрю, как этот диск деформируется, а деформируется он просто, вот смотрите, возьмем вот окружность, да, вот допустим внутренний радиус, да, внутренний, вот возьмем окружность, и что, вот допустим, сначала до того, как диск начал ускоряться, вот эти точки все находились на одном радиусе, да, вот эти точки все находились на одном радиусе, и допустим мы возьмем какой-то, вот тоже вот пунктиром нарисуем радиус, и вот такой вот элементик, да, вот такой элементик начальный, ну вот у которого один, одна часть это кусочек дуги, вот этой вот окружности, а вторая часть направлена по радиусу, изначально они перпендикулярны, когда возникают касательные напряжения, что с вот этим элементом происходит, а у него возникает, во-первых, все точки, все точки куда-то перемещаются, именно оставаясь на том же радиусе, они смещаются вдоль вот какой-нибудь вот этой вот, ну как бы вот этой окружности, то есть после того, как, допустим, диску вот так начинаете вращать, у вас получается вот, вот эта линия становится какой-то вот такой, да, вот такой изогнутой, вот то есть сначала, вот если относительно диска смотреть эти точки, они все лежали на одном радиусе, то потом они поперемещаются раз сюда, раз сюда, раз сюда и так далее, и вот этот вот элемент, вот этот уголочек, вот этот уголочек, он уже не прямой, то есть возникает угол скошения, который мы уже рассматривали, и у нас возникает деформация сдвига, из-за которой возникают, собственно, ну как бы касательные напряжения. Из-за которой возникают касательные напряжения. И наша задача как раз найти поле, соответствующее поле перемещения, и найти какие напряжения внутри этого диска действуют. Сейчас мы это с вами аккуратненько проделаем. Что для, давайте, теперь давайте запараметрируем. Задача эта решается, если вы знаете общую физику первого курса, ну, нахождение касательных напряжений довольно быстро. Обратите ваше внимание. Они находятся очень быстро. Сейчас объясню как. Допустим, толщина нашего диска пусть будет h, да? Пусть будет h. И мы возьмем, опять же, на некотором радиусе r. Возьмем некоторый радиус r малое. Вот отсюда считанный r малое. И возьмем вот этот вот диск внешний. Вот этот радиус делит наш сплошной диск на две части. Да? Вот внешнюю, внутреннюю. Внешняя часть обладает первой, во-первых, у нее есть ускорение, epsilon, которое мы задали, а во-вторых, есть свой момент инерции. Вспоминаем и, соответственно, вот те напряжения, которые действуют внутри, вот здесь вот, по поверхности, они создают какой-то момент m at, который как раз достаточен, чтобы внешняя часть диска ускорялась угловым ускорением epsilon. Давайте вспомним, что из общей физики возьмем, что для диска, ну как бы для цилиндра с внутренним радиусом r1 и внешним радиусом r2 момент инерции находят следующим образом. это одна вторая масса диска умножить на r1 квадрат плюс r2 квадрат. В нашем случае, давайте маленькую m применим, потому что m большой у нас момент. Куда m? Так, на чем мы остановились? Мы остановились на следующем. что момент инерции для вот этого вот диска с внутренним радиусом r маленькой и внешним радиусом r большое можно найти следующим образом. Используя как бы момент инерции для... Можно найти следующим образом. Нужно найти его массу и умножить на сумму внутреннего и внешнего радиуса в квадрате. И у нас получается так, что m маленькая, да, как мы найдем? Мы должны взять толщину диска и умножить на площадь, на разность площадей внешней и внутренней. r квадрат минус r маленькая квадрат. И на плотность. Тогда момент инерции будет выглядеть так. Это одна вторая. ρh умножить на π. И в скобочках, вот здесь обратите внимание, r1 это может быть r большой в квадрате, r2 это r маленькая в квадрате. Значит, у нас разность квадратов тут прослеживается. То есть r большое в четвертой минус r маленькая в четвертой. Вот получается вот такая замечательная формула. Теперь, как найти момент, как найти момент, зависящий от радиуса, действующий на эту часть? m от r. Это что такое? У нас это выглядит следующим образом. m от r. Это момент инерции умножить на угловое ускорение. То есть 1 вторая ρh на π r в четвертой минус r в четвертую умножить на угловое ускорение. Все. Момент мы нашли. А теперь, как найти касательные напряжения, которые действуют вот по вот этой внутренней площадке? А очень просто. Мы должны... Вообще, момент с другой стороны равен следующему. Равен площади вот этого вот элемента, а именно 2πr маленькая умножить на толщину h. Умножить на касательные напряжения на tau и умножить на плечо на r маленькое. И мы получаем следующее выражение. Касательные напряжения умножить на 2πr h и умножить на плечо на r. Вот. И у нас получается вот такое выражение. То есть касательные напряжения находятся очень просто. Мы должны вот как бы момент m от r поделить на 2πr h маленькое. И мы получаем очень удобную для нас формулу. Я вот это сотру. Тау. Это что такое? 1, 2, ρhπ. 1, 2, ρhπ. r в четвертом минус r малое в четвертое. r большое в четвертое минус r малое в четвертое. умножить на ε поделить на 2πr hr квадрате. r малое в квадрате. π погибнет, h погибнет. И у нас получается следующее выражение. Тау от r это у нас 1 четвертое ρ плотности. r в четвертое минус r малое в четвертое на ε поделить на r квадрате. Вот так вот. То есть у нас касательное напряжение от радиуса зависит вот таким вот образом. А теперь надо понять, а какое поле перемещения, еще разок мы это проговорим, какое именно поле перемещения мы ищем при решении этой задачи. Какое именно поле перемещения, мы ищем при решении вот этой задачи. Давайте еще раз нарисуем наш круг. Вот у нас центр. Вот у нас точки были на начальном расстоянии. Ну как бы начальное положение точки. А потом, когда начало все вращаться вот так по радиусу, они начали перемещаться вниз. Вот. И у нас получается вот такая вот дуга. То есть вот это вот перемещение вдоль, ну по дуги окружности мы ищем у от r. Тоже давайте его обозначим у от r. А какое возникает скашение при этом? Вот обратите внимание, как бы, то есть нам нужно связать вот с этим у от r некую деформацию. Мы будем искать угол, угол сдвига, ну или скашение. То есть, если мы возьмем вот этот вот элементик, да, вот этот вот элементик, то нам нужно понять, вот после перемещения вот сюда, вот сюда, вот насколько, на какую величину гамма этот элемент сдвинулся от нормали к радиусу. Ну, давайте посмотрим. Вот это вот, давайте вот сначала распишем. Вот это вот перемещение пусть будет у от r. А вот это перемещение пусть будет у от r плюс dr. чтобы, чтобы найти, как сказать, на какое расстояние сместилось, давайте я побольше, лучше нарисую рисуночек вот здесь прямо. То есть, вот, допустим, у нас центр, вот вот этот элемент, да, изначальный, вот прямой угол. И вот эта точка переместилась по радиусу вот сюда. Вот эта точка переместилась по радиусу, допустим, вот сюда. Вот провели один радиус, вот провели второй радиус. И вот наш уголочек гамма, который мы хотим найти, зная, что вот это перемещение, вот это перемещение у от r, а вот это вот перемещение, вот до сюда, у от r плюс dr. И вот какой момент нужно учитывать? Смотрите. Вообще, в каком случае у нас угол скошения, ну, как мы будем находить уголочек гамма? Смотрите, вообще уголочек гамма, это отношение вот этого вот катета к вот этой гипотенузе, если они малы, да, если угол мал. То есть, тангенс угла, это вот это вот дельта, поделить на dr. Тангенс гамма, это дельта, поделить на dr. И нам нужно найти, а чему же равна дельта? Смотрите, а вот дельта, она находится довольно своеобразно. Если бы у вас поле перемещения было таким, что вот смотрите, вот из этой точки было бы перемещение вот сюда, вот это перемещение было бы больше вот этого перемещения, но при этом угла скошения не возникло. То есть, у нас есть некоторое... Это легко видеть геометрически. И вот эту дельту, поэтому мы будем находить довольно своеобразным образом. Вот эту дельту мы будем находить своеобразным образом. А именно, вот смотрите, вот у нас все перемещение u от r плюс dr, да, вот все перемещение u от r плюс dr. u от r плюс dr. И нам надо вычесть то перемещение, при котором угла скошения возник. А это перемещение находится очень просто. Вот если бы поле перемещения было пропорционально радиусу, то угла бы скошения не возникло. Можете это спокойно проверить. Поверните, пожалуйста, камеру. Извините. Вот если бы перемещение было, скажем так, однородным, да, пропорциональным радиусу, то этого угла скошения не возникло. Поэтому мы можем написать, что вот здесь вот, вот здесь вот, нужно, нужно вычесть u от r, деленное на r умножить на r плюс dr. Да? Вот r деленное... И у нас получается следующая величина. У нас получается u от r плюс dr минус u от r и минус u от r деленное на r на dr. И примерно, вот если это разложить в ряд tellur, у нас получится du по dr минус u на r. Минус du по dr поделить, ну, как бы du по dr минус u на r. То есть, танкенс угла гамма это вот эта величина. Как мы помним, как у нас касательные напряжения с углом сдвига зависит, от угла сдвига зависит. Касательные напряжения равны модуль сдвига умножить на гамму. Да? Мы это с вами уже проходили. И теперь, теперь, зная зависимость касательных напряжений от радиуса, зная вот это соотношение, зная, как зависит у нас от перемещения угол сдвига, мы можем найти само перемещение. Давайте это проделаем. Быстренько сейчас проделаем. Ух ты! Быстренько сейчас проделаем. То есть, пишем 1 четвертая ро умножить на r в четвертой на r квадрат плюс там плюс до... А, минус r квадрат минус r квадрат на ε. Чему должно быть равно? Равно ν, и в скобочках, du по dr минус u на r. Вот так. Мы получили дифференциальное уравнение первого порядка с одним, ну как бы, но неоднородное. Вот. А, но неоднородное уравнение. Давайте быстренько решим однородное. Оно решается очень просто. однородное уравнение. du по dr минус u на r равняется нулю. Вот. Ну, du на u можно провести к такому виду dr на r и мы отсюда приходим, что решение однородного уравнения это некая константа на радиус. Да, ведь? Это некая константа на радиус. Как можно поискать решение неоднородного уравнения? Вот смотрите. Ну, довольно просто. Вот как бы, допустим, у нас есть r квадрат. Да? Вот у нас есть r квадрат. Какая? Ну, du по dr должно быть некая зависимость от r в кубе, чтобы получился r квадрат после производной и нахождения du по dr. Да, ведь? Как найти 1 на r квадрат? У нас u должно зависеть как 1 на r, чтобы производная стала зависеть как 1 на r квадрат и вот это отношение стало зависеть как 1 на r квадрат. Давайте быстренько это проделаем. То есть, давайте с r квадрат найдем r на 4 ню r ε на 4 ню минус r квадрат равняется. Подставляем следующего вида уравнения. u равняется a r в кубе. Если мы это подставим, у нас получится в скобочках r в кубе минус r в кубе будет 2 a r квадрат. Сокращаем. Получаем, что у нас a есть ρe на 8 ню. ρe на 8 ню. Вот. Только с минусом. Да? То есть, решение однородного уравнения допустим первого у первой это минус ρe на 8 ню. r в кубе. Второе однородное уравнение оно выглядит так неоднородное. Подставим u2 это b на r подставляем а и мы ищем как бы с 1 на r квадрат. Мы говорим, что ρe на 4 ню r в четвертой на r квадрат есть что? ду ду это будет минус b на r в кубе на r квадрат и минус b на r квадрат минус 2b на r квадрат. r квадрат сократится, а b у нас будет равно ρe поделить на ρe поделить на что у нас получится? На 8 ню. И решение, общее решение нашего уравнения находится таким образом некая константа на r да ведь? Некая константа на r плюс плюс я потерял r в четвертой плюс ρe r в четвертой так с минусом только минус ρe r в четвертой на 8 ню. и что у нас там r и минус ρe на 8 ню. ρe на 8 ню r в кубе. Понятно, что константу надо искать из ну некоторых граничных условий. Но какие тут граничные условия ставить там? Вот хороший вопрос. Что мы можем сказать? Первое, что ну смотрите, во-первых, у нас есть особенность. То есть при r равном r к нулю у нас устремится в бесконечность. Это что значит? Это значит, что для того, чтобы решать техническую задачу какую-нибудь надо задать внутренний радиус. Да ведь? Некоторый внутренний радиус. Надо задать некоторый внутренний радиус, по которому будет распределен момент M. И после того, как мы зададим некоторый радиус, по которому задан начальный момент, мы сможем найти касательные напряжения, распределенные по поверхности штифта. Именно они и будут использоваться как граничные условия. То есть, что у нас будет происходить? У нас будет происходить следующее, что мы вот допустим у нас R1, R внутренний это тот радиус, в который ставлен штифт, к которому приложен момент внешний, да, о котором мы говорили. И касательные напряжения от R внутреннего должны быть равны M поделить на 2P R внешний на H. И когда вы знаете эти касательные напряжения, только когда вы можете использовать значение этих касательных напряжений, чтобы найти константу С. Все, давайте на сегодня закончим. В следующий раз мы перейдем уже к пластическим деформатам. Будет лекция по тому, о чем наш курс. Все, спасибо, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...